Всем привет, добро пожаловать к еще одному докладу. Я Шарон Номадзад, я вас из Нарубикини. Со мной Роланд Либрихт, который расскажет про ОРПС API. Помните, что вопросы у меня в секции вопросов, и давайте начнем. Добро пожаловать в мой рассказ про историю ОРПС API. Вот я расскажу, что произошло в следующие года. Задача, которую я хотел решить, нарисовать диаграмму общественного транспорта на лету. И с данными UpdatesRideMap это нужно было найти отношения по тегам, потом найти все его члены, фильтруя по тегам, потом найти все, что находится вокруг и найти отношения для вот этого всего. Ну и там были странности в тегировании, потому что были разные схемы тегирования общественного транспорта. И все это сделать на лету и автоматизировать. В 2011 году это можно было сделать, ну, можно взять файл целой планеты и обработать его осмолисом. Вот нужно было сделать несколько проходов, каждый из них занимался часы. Так что, если даже использовать выгрузку, все равно слишком медленно. Так что перспективной опцией могут быть XAP, но его интерфейс слишком простой. И более важно, это был совершенно нерадежный сервис и де-факто не open-source, то есть вы не могли изучить сервер. То, что XAP был написан на странном языке, Mumps. Ну, я думал, всякие синергии, думал, как вообще это сделать. В то время, люди не хотели делать сложные вопросы и использовали тег из IN вместо геовычислений, чтобы определить, что находится. Вот там уже были минутные диффы для обновления данных, но даже основная карта на сайте osm.org обновлялась раз в неделю рендером. И наконец, osm.py работал на MySQL, и там было много ошибок, и база могла ломаться львов. Так что было бы здорово хоть попросить сделать инструмент для поиска, но нет. Многие люди анонсировали всякую фигню, которая не работала. Люди любили обсуждать идеи, ничего не делали. Так что серьезным подходом было сделать прототип, готовый к продакшену, и тогда уже его одной объявить. Я думал рассказать про инструмент почтовой рассылки. Фредерик подсказал показать его на конференции в 2016 году в Вене. И добавить слой совместимости с XAPI, потому что людям интересно иметь замену какому-то сервису, чтобы ничего не пришлось менять, не нужно было изучать ничего нового. Вот, только посмотреть, если работает хорошо. Вот, и меня очень радовало, что сразу после выступления русское сообщество osm предложило поделиться с сервером для запасного инстанса LRPAS API. То это было очень классно, потому что я мог оплачивать только один сервер. У меня прямо с самого начала был запасной сервер. В большом OpenStreetMap тоже были важные изменения. Меняли API с 0.5 на 0.6. И два важных изменения. Члены отношений стали упорядочены. И метаданные стали видимы. Индикаторы чинжсетов. И Overpass API сразу устарел, потому что он не предполагал метаданных. Я это починил в 2011 году. Но метаданные удваивают размер базы данных. Вот это решил выдача метаданных только когда их попросили. Переход с API 0.5 на 0.6 так легко прошло, что люди сразу начали собирать идеи для API 0.7. Но если вы посмотрите на содержание страницы, то становится ясно, что никогда не будет API 0.7. Это слишком много идей. Первая из двух больших изменений в 2011 году к Overpass API был новый язык синтакси запросов OverpassQL. Этого синтакси основывался на XML. Было очень много букв. И я поначалу как-то не думал, что это поможет. Но я начал делать более короткий язык запросов. И я очень благодарен за это предложение, потому что это сохраняет очень много времени на набор. Еще в 2011 году появился поиски интерфейса Overpass Turbo Так же как с синтакси запросов. Я не думал, что это проблема. Люди просто сделают статистическую страницу, куда будут вводить запрос и отображать это на карте. Но Overpass Turbo, собственно, есть такая статистическая страничка, куда вы с одной стороны вводите запросы, а с другой стороны смотрите карту с результатом запроса. Эту Overpass Turbo сделал не я, а Мартин Райфер, а теперь ASD. А сейчас я рад, что Simon04 поддержит этот мэп. Большие изменения в 2012 году. была смена лицензии на ODBL. Это важно для причины. Во-первых, первая планета с данными ODBL. Это отмечает начало данных Overpass API. А второе, мы это очень много обсуждали в 2011 году. Очень долго обсуждали смену лицензии, и мы ее провели. Так что это признак того, что большие вещи могут быть сделаны в OpenStreetMap. По возможности, которые мы сделали в 2012 еще, они в основном направлены на разработчиков приложений, использующих Overpass API. и только на конечных пользователей. Все это не очень важно в сравнении с распределенным редактированием, которое даже не в возможности API, а процесс. Т.е. вы берете JOSM, добавляете карту ISAM на фоне, и чтобы чтобы редактировать на большой территории, эти все данные, а скачивайте только аккуратно отфильтрованные данные из Overpass. И дальше вы пользуетесь правилами типа «не двигать объекты». И так можно сделать правки, которые были бы невозможны, потому что нужно было бы качать слишком много данных. И так мы обходим проблему OpenStreetMap, которых нет в системах основных на слоях. И в большом OpenStreetMap 13. Главное изменение – это изменение веб-сайта, и что он теперь использовал сторонний API, использовался на вкладке экспорта веб-сайта. А другое – это то, что можно было прокладывать маршруты прямо на сайте WSM. В обеих случаях сайт полагается на сторонние API, на сторонние серверы. В 2013 году я также думал, не имеет ли смысл прекратить разработку Overpass API. Причиной для этого были две разработки. Во-первых, SSD диски. Преимущество по скорости Overpass API перед реализационными базами в том, что Overpass API минимизировал количество запросов к диску, чтобы собрать геоданные. SSD обещали, что время чтения диска исчезнет. Но оказалось, что бутура данных Overpass API и все равно это было быстрее, чем работа с SSD. И формат PBF обещал, что нам будет гораздо проще фильтровать данные. Но оказалось, что PBF предусловил преимущество в основном в том, что бинарные данные читать быстрее, чем XML. Что важно, если вы обрабатываете целую планету. А для количества данных, которые возвращает Overpass API после фильтрации, совершенно важно XML там или бинарный формат. В 2014 году, это был год, когда взаимодействие между сообществами было очень эффективным. Организация FOSGIS начала оплачивать сервера Overpass и очень благодарен MMD, первый человек, который прислал большую возможность поддержку выгрузки в CSV. И позже он сделал еще очень много разного вклада в код. INDs сделал сайт Show Me The Way, который в реальном времени на спутниковом синке показал, как люди рисуют OpenStreetMap, загружая данные об изменениях из Overpass API. Наконец, сайт osmwork обзавелся кнопкой опроса, и вы могли тыкнуть в любое место карты, и этот инструмент показал, какие объекты есть там рядом в данных OpenStreetMap Overpass API на фоне. Также в 2014 году Overpass API начал предоставлять старые чердачные данные, то есть можно получить данные, как они выглядели в любое время с 2012 года. Цель этой возможности была откатывать правки и не натыкаться на конфликты. В 2015 году особо ничего не произошло. Там была тяжелая ежедневная работа. Я очень благодарен за учебники Learn Overpass, которые написали многие люди. И упор на простые фичи показал, что как-то сделать довольно сложноватый язык. Также, что я сделал, адаптировал Overpass API к SSD, включив и узкое место при обработке данных было не в скорости чтения данных с диска, а в обработке данных процессором. Количество пользователей росло. Я думал сделать Я сделал блокировку пользователей по IP. И осторожные пользователи иногда с этим стесну, очень редко, они не делают проблем. И разные глупые пользователи делали слишком много запросов и банили. Кроме того, в тот год я написал ветвь разработки для кэширования. Я протестировал эту ветку и оказалось, что она ничуть не ускоряет Overpass API. Так что пришлось забросить несколько месяцев разработки. Это подтверждает, что разработка приложений – это не тестирование. И вы можете увидеть, что фича, которую вы писали, она ничего особо не добавляет и придется ее выкинуть. В 2016 году тоже ничего не произошло. Я в основном решал технические сложности в Overpass API. В 2017 году я начал блог про Overpass API. Идея была дать людям понимание семантики и синтезису спросов, написав мотивирующие примеры использования. И вторая итерация этой идеи. В 2019 году я начал дать полную документацию на английском, немецком и французском, которая называется Overpass Dock. В 2018 году я показал Derives. Идея была с чем? Пользователи данных, при импорте данных Opposite Map, пройти шаг аннотаций и переписать данные, чтобы они отвечали их нуждам. Но они сами должны подключить данные. Так что идея была в том, чтобы дать возможность людям легко переписывать данные на лету с использованием Derived. и автоматически удовлетворить эти инструменты, которые только могли инжестить не прямо, что эту фичу пока никто не использует, потому что все фичи Overpass API для нынешних данных были закончены в конце 2012-го, но только в 2014 году начали появляться приложения, которые его используют. Так что есть задержка между публикацией и использованием. Вы можете заметить, как растет польская база и в последние годы не было особо революционных фич. И я бы взял девизом вот эту фразу, которую придумали японские Осмеры. Продолжайте вперед-вперед, настойчивость приносит плоды. Я хочу сказать спасибо людям, которые разработали Overpass API. Это короткий доклад, так что я поблагодарю всех других остальных людей. Два примера. Марк Мэрин помог портировать API на какую-то систему. Вот у меня нет таких устройств, так что пришлось сделать удаленно. Я прислал ему код, он возвращал сообщения об ошибках, мы их решали. в общем, запустили. Второй пример, который в городе Дуссидор, в Германии, там думали убрать все оставшиеся газовые фонари. фонари. И карта поев, которые показывали расположение газовых фонарей, которые все еще работали, убедила их, что это вообще туристические достопримечательности и довольно глупо убирать все. Так что Overpass API помог людям сохранить газовые фонари. Так что спасибо еще раз за то, что слушали доклад. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Спасибо за замечательный доклад в Overpass API. Перейдем к вопросам. У нас есть два вопроса. для вас. Первый вопрос. Первый вопрос. Ты пробовал Jack Awesome какие-то мысли? Нет, я его не пробовал. Я думаю, что Heigit делает то, что они знают, смысл есть. Но мне не хватает времени. Я пытаюсь вывести несколько знаменитых баксов. И это просто более важно, вывести на другие инструменты. Да, мне тут поделись ссылкой. Могу показать. Так, все еще раз. Следующая вопрос. Известная Overpass Basline не любит Pt V2. Известный генератор схем маршрута FallerPass использует вторую схему общественного транспорта. Кто-то еще ее использует? Нет. И последние 10 лет мы спорим насчет версии 2 общественного транспорта. Если у вас есть какие-то пожелания. Я не занимался этим генератором последние годы. Но мне было бы интересно поправить что-нибудь. Но в целом с маршрута должно работать. Не помню, что у схемы, у второй версии схем были какие-то проблемы. В общем, это все вопросы. Так что, если у вас есть остальные запросы, зайдите в комнату после доклада. Спасибо, Романд, и увидимся на следующей сессии. В следующей сессии.